Господи Божий мой, на тебя упомяй, спаси мя от всех гонящих мят, избави мя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читаются два евангельских зачала. Первая святительская от Евангелиста Луки, глава 6, стихи с 17 по 23, посвященная памяти святителя Спиридона. И дневное зачало того же Евангелиста, глава 13, стихи с 18 по 29. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь притчу сию, кому подобно есть Царствие Божие, и кому уподоблюе, подобно езерну горушну, ежеприем человек верже вертоград свой, и возрасте, и бездрева вели, и птицы небесные вселише советвия его. Паки рече, кому уподоблю Царствие Божие, подобно езквасу, ежеприемши жена, скрыв муце сато три, донде же вскисе все, и прохождаше сквозе грады, и весе уча, и шествие творя во Иерусалим. Рече же некий ему, Господи, аще мало ей спасающихся, он же рече к ним. «Подвязайтеся в нити сквозе тесные врата, яко мнозе глаголю вам взыщут в нити и невозмогут. От нели же восстанет дома владыка и затворит двери, и начните вне стояти и ударяти в двери глаголюще. «Господи, Господи, отверзи нам, и отвещав речет вам, не вем вас, откуда есть те. Тогда начните глаголати, я дохом пред тобою и пихом, и на распутьях наших учил еси. И речет глаголю вам, не вем вас, откуда есть те, отступите от меня все делатели неправды. То будет плач и скрежет зубом, егда узрите Авраама и Исаака и Якова и вся пророки во Царствие Божие, вас же изгоним их вон. «И придут от восток, и запад, и севера, и юга, и возлягут в Царствие Божие». Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь такую притчу, чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы! Отойдите от меня, все делатели неправды!» «Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, о себя изгоняемыми вон, и придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем». В сегодняшнем евангельском чтении Господь приводит два ярких образа Царства Божия. В притчах о горчичном зерне и закваске. На востоке размер горчичного дерева может достигать двух-двух с половиной метров, хотя зерно его так мало, что у евреев была даже поговорка «мал как горчичное семечко». Притча повествует о том, что горчичное зерно, посаженное человеком, выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Смысл притчи в том, что, хотя начало Царствия Божия, по-видимому, неприметно, но сила, сокрытая в нем, побеждает все препятствия и способна преобразовать его в Царство Великое и Всемирное. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, Сей притчей Господь хотел показать образ распространения евангельской проповеди, хотя ученики его были бессильнее всех, всех более уничиженные. Но поскольку в них была заключена великая сокровенная сила, то проповедь распространилась на всю Вселенную. Церковь Христова, малая вначале, распространилась так на земле, что множество народов, как птицы небесные ветвя горчичного дерева, укрываются под ее сенью. Точно так же бывает и в душе каждого человека. Веяние благодати Божией, едва приметное поначалу, все более и более охватывает душу, которая становится постепенно вместилищем различных добродетелей. Точно такой же смысл имеет и притча о закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Необходимо отметить, что три меры муки составляли примерно 40 килограмм. Сама же закваска представляла очень незначительную долю теста, но она полностью меняла его свойства. Точно так же сила божественной благодати действует в душе каждого христианина. Невидимо распространяясь на все свойства его души, освящая их и преображая. По дороге же, когда Господь направился из Галилеи к Иерусалиму, некто задал ему вопрос, «Господи, неужели мало спасающихся?» Очевидно, вопрошавший поставил такой вопрос, имея в виду строгость некоторых требований Христа для желающих войти в Царство Божие. Господь отвечает на этот вопрос так. «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». В переводе с греческого языка слово «подвизайтесь» означает «агония», «сильная борьба», то есть здесь говорится о сильном напряжении, которое потребуется для вхождения в славное Царство Божие. Архиепископ Оверкий Таушев отмечает, «Смысл образа в том, что для иудеев того времени вход в Царство Мессии являлся действительно тесным входом через покаяние и самоотвержение, к чему благодаря распространяемым фарисеями предрассудкам они были малоспособны». Говоря о времени суда над каждым человеком после второго его пришествия, Господь подчеркивает, что после смерти уже не будет покаяния. Отвергнутые осознают свои грехи и станут напоминать Господу, что они были некогда внешними последователями Христового учения. Но так как они не были истинными христианами, Господь скажет, «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Таким образом, дорогие братья и сестры, из всех дверей, открывающих путь ко Господу, только одна совершенно надежна – это православная вера. Но дверь эта узкая, и чтобы пройти через нее, требуются усилия и подвиг. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Божий мой, на телу повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok